всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитала сегодня очень интересная тема которая витает просто в воздухе очень многие люди интересуются с таким вопросом и будет ли дефолт в россии поговорим сегодня непосредственно об этом а узнаем что такое дефолт когда он происходит в чем его страх опасность почему люди боятся рассмотрим варианты возможно ли сейчас дефолт в россии или нет обязательно посмотрите данное видео до конца чтобы узнать ответы на данные вопросы итак друзья давайте рассмотрим узнаем что же это за понятие такое дефолт почему у нас он ассоциируется с такими неприятными очень моментами выдвинем гипотезу стоит ли ждать этого события в ближайшее время в россии если говорить простыми словами что такое дефолт если компания или государство любой заемщик который выступает эмитентом облигаций ну то есть они занимают деньги посредством выпуска облигаций долговых свидетельств по сути да то есть государство выпускает облигации говорит население инвесторы купите мои облигации я вам по этим облигациям каждый год буду платить купон который заранее определен я вам через 10 лет эти облигации погашу и вы будете получать промежуточно фиксированный доход это может сделать государство это может сделать юридическое лицо государство при этом нужно понимать что она отвечает по своим обязательствам за счет доходов которые получают бюджет в свою очередь бюджет получает доходы за счет налогов то есть основная статья доходные части доходная часть бюджета так как государство не является самым предприятием то есть государство само по себе не создает прибавочную стоимость то доходы государства они формируются из налоговой составляющей налоги пошлины и налоги юридических лиц физических лиц вот это вот доходная часть еще небольшой частью доходной части бюджета является там доля от прибыли компаний в которых государство имеет какую-то определенную долю но это на самом деле малая часть доходная часть бюджета она формируется за счет налогов когда говорят про дефолт дефолт происходит тогда когда но мы сейчас говорим про дефолт государства непосредственно мы не берем сейчас дефолт или банкротства какого-либо конкретного предприятия потому что вот допустим там сейчас в китае очень популярная тема с evergrande то есть застройщик расплатится не расплатится нервозность нас на рынке непосредственно присутствует мы говорим именно про повторение дефолта 98 года в россии и тогда что нужно понимать что было государство российская федерация она занимала непосредственно на рынке и денег в бюджете доходной части бюджета что касается налоговой составляющей в первую очередь было недостаточно для того чтобы расплатиться по своим обязательствам причина то было много и слабая экономика раз то что у нас была низкая собираемость бюджета то есть налоги плохо администрировались плохо собирались очень многие там платили там серую зарплату компании уходили от уплаты налогов и получается что доходной части бюджета было мало поступление непосредственно в бюджет было мало отрат непосредственно нужно было в том числе был большой внешний долг да то есть то есть выпускали международные облигации где были международные физические юридические лица по сути кредитовали государство российской ну то есть это первая причина то есть во первых а не было доходной части и он и плохо собирались налоги вторая составляющая была то что доходность по государственным облигациям российским было очень высокая это были не у фаза это были какого и из-за того что доходность была высокая как следствие высокой инфляции 90-х годов то очень многие инвесторы покупали такие облигации потому что они предполагали очень привлекательную доходность в том числе через операции кэритры что произошло в девяносто восьмом году в девяносто восьмом году произошло следующее то есть в этот период очень сильно палец и на них падение цен на нефть очень сильно ударило по доходной части бюджета очень сильно ударил плюс были большие выплаты по гк о фазе и соответственно государства не было денег для того чтобы расплатиться под данным долгам международный валютный фонд деньги выделил но все равно даже этих выделенных денег государства не хватило и поэтому получается что дефолт. Когда государство сказало, правительство России сказало, денег нет. Тогда я реально денег не был. И поэтому, получается, я по своим обязательствам... Ребята, все, кто владеет моими ГКО, будь то физические лица, юридические лица, иностранные держатели, без разницы, денег нет, платить не буду. При этом нужно понимать, что фактически это были обязательства государства. И почему по России это сильно ударило? То есть, что помнят россияне, да? То есть, что у нас непосредственно в голове? Был дефолт 98-го года какой-то. Как следствие, вырос доллар в 4 раза. То есть, доллар укрепился к рублю с 6 до 24 рублей, там, буквально в течение 3 месяцев. Увеличение стоимости доллара привело к тому, что российской экономикой не было самодостаточной. Очень много было импортных товаров, да? Ширпотреб там ехал с Китая, с Турции. Очень много там промышленных предприятий были завязаны на поставку какого-то импортного, расходных материалов и оборудования из Европы и Америки. Софт, программное обеспечение тоже, соответственно, все в валюте считалось. И что фактически произошло? Произошла девальвация рубля, потому что рублю, ну, и мы просто не верили. А смысл какой держать рублевые облигации, по которым правительство непосредственно не платит? К чему это привело? Сомнения в относительно стабильности валюты национальной. Этот удар привел к тому, что доллар резко укрепился, товары, ценники переписали, особенно иностранные товары, которые импортировались в Россию непосредственно, они стали стоить в четыре раза дороже. И люди не могли себе это позволить. Помимо всего прочего, произошло следующее. То есть, держателями ГКО в том числе были очень многие банки. Большое количество банков вместо того, чтобы выдавать, ну, заниматься банков своей деятельности, настраивать программы, выдавать кредиты, то есть, кредиты там физическим лицам практически не выдавали в это время, выдавали только предприятиям. А по предприятиям тоже был нанесен удар, потому что, опять-таки, закупочная цена в долларах увеличилась. И поэтому банки были сами по себе активными игроками на этом рынке ГКО. И иностранцы в том числе были. И эти ГКО, они в том числе служили обеспечением, то есть, банки свою ликвидность размещали в ГКО. Люди побежали забирать деньги, потому что доллар начал расти, они начали забирать деньги из банков. Предприятия начали забирать деньги из банков. А у банков эти денежные средства, в свою очередь, пассивы, которые были привлечены, были размещены в ГКО. То есть, они продать их не могут, их никто не покупает, потому что по ним не платят купоны. И, соответственно, что произошло? Кризис ликвидности, да, то есть, разрыв. Все побежали разом, махом, деньги забирать, потратить, пока инфляция не выросла. Ну, и, следственно, инфляционные ожидания подросли. А банки с этим не справились. Банки с этим не справились, а банкротились. Обанкротились банки. Когда банкротится банк, что происходит как событие в экономике? Когда происходит банкротство банка, потому что к нему прибежали вкладчики физические, юридические лица, говорят, дай назад деньги. У него денег нет. Он, соответственно, объявляет себя банкротом. Но в том числе, этот банк, он обслуживает корпорации, фирмы. И фирмы могли себя чувствовать хорошо. У них могли быть на счетах в этом обанкротившейся банке, у него могли быть кэш рублевый, у него мог быть долларовый кэш непосредственно. Но так как банк обанкротился, он вынужден был забрать и долларовый кэш, и рублевый кэш для того, чтобы погасить обязательства, то компания, которая себя считала устойчивой, просто как бы нормально, спокойно, у меня деньги лежат в банке, что такого страшного. А он лопается, потому что все туда прибежали. И получается, компания тоже банкрот. И банкрот не потому, что она неэффективна. И даже не потому, что цены на комплектующие или импортные товары, которые были, выросли в 4 раза, хотя это тоже одна из причин была. А банкрот по одной простой причине, что банк, в котором она обслуживается, обанкротился. И поэтому, как последствия второго, даже третьего порядка, это привело к тому, банки обанкротились, обанкротились предприятия, с ликвидностью произошел полный трэш, доллар улетает в небеса в 4 раза по отношению к рублю. Массовые увольнения, высокий уровень безработицы, цены на нефть еще находятся на очень низких значениях. Но обратной стороной, об этом почему-то не принято говорить, то есть все вспоминают, что тогда было страшно, и было 2 года ужасных, но зато в нулевых годах произошло очищение. Те, кто был неэффективный, соответственно, с рынка ушел. Появились новые банки, остались банки, которые стабильны, с хорошими параметрами риск-менеджмента, которые выдержали это. Помимо всего прочего, цены на нефть постепенно начали расти, увеличиваться. Провели реформу, упростили систему расчета и взымания налогов и с физических лиц, и с юридических лиц. И, соответственно, началось пополнение бюджета. То есть цены на нефть начали расти, основная доходная часть за счет нефтегазового сектора начали, соответственно, больше зарабатывать. Очень низкий курс в рублях. Это привело к тому, что себестоимость в долларах производства российских сырьевых товаров упала в 4 раза. В 4 раза по отношению к доллару упала себестоимость производства барреля нефти в России, производства металлопроката, тонны металлопроката, арматуры и прочего. То есть в долларах зарплату начали платить в 4 раза меньше. Косты срезались. А цена даже низкая на нефть из-за того, что рубль девальвировался к доллару, соответственно, получается, что в долларах затраты уменьшились в 4 раза. И это стало основой для такого хорошего качественного роста в начале нулевой года. Так это вот небольшая история. Почему у нас понятие дефолта ассоциируется с таким страхом? Потому что это девальвация рубля, потому что это банкротство банков, как следствие банкротства предприятий, высокий уровень безработицы, никому ничего не надо, цены на все выросли в 4 раза, импортные. Все, что импортное, выросло в 4 раза. И получается, в такой ситуации люди задаются вопросом. Ну, то есть, мы сейчас разобрались с понятием дефолта и с историей, то есть, как это было непосредственно в России. Теперь, отвечая на основной вопрос, будет ли дефолт в России в текущее время, в течение года, 2, 3, 5, 4 лет. Что для этого важно понимать? Предпосылками для дефолта является то, что или у тебя очень высокий долг, который нужно обслуживать, то есть, у тебя очень большой долг, как внутренний, так и внешний, который нужно обслуживать. И твои доходные части, то есть, доходов в бюджет государства, недостаточно для того, чтобы обслужить этот большой долг. Но дело в том, что в России внешний долг сокращается, ну, в плане влияния внешних инвесторов. По отношению к ВВП, всей той экономики, которую производит Россия, пусть даже если она сырьевая, в настоящий момент, отношение долга ко всему ВВП, он незначителен. И поэтому это приводит к тому, что говорить о том, что у нас сейчас доходной части бюджета недостаточно для того, чтобы погасить все эти обязательства, ну, не приходится. То есть, действительно, доходная часть, она, бюджет более профицитен в настоящий момент. Как у нас происходят налоги? Что с налогами происходит? Просто элементарно посмотрите. Что происходит с акцизами на табак? То есть, сколько стоила пачка сигарет, я не знаю, в 98-м году и сколько стоит пачка сигарет сейчас в настоящий момент? И посмотрите, какова стоимость акцизной марки на эту пачку сигарет? Вот именно влияние акциза. Какова стоимость акциза в бензине? Сколько этого акциза в бензине по сравнению с 98-м годом? Какой налог на добычу полезных ископаемых в настоящий момент? То есть, во-первых, сам размер налогов, он увеличился. Акцизы на алкоголь, на бензин, на табачную продукцию, все подакцизные товары. Пошлины на автомобили, в первую очередь, инвазимы, это тоже доходная часть бюджета. Ставки налога, НДС, налоги на доходы физических лиц, на сверхбогатых, на роскошь, на автомобили, транспортный налог, который не убрали, а должны были убрать, так как транспортный налог вроде бы ввели в цену бензина. Соответственно, получается, что с доходной частью бюджета это, в принципе, все как, ну, нормально. И поэтому у нас долг небольшой по сравнению с 98-м годом по отношению к ВВП. Собираемость налогов достаточно высокая. Третий момент. У нас идет еще, согласно бюджетному правилу, для стабилизации ситуации, у нас получается, что когда цены на нефть преодолевают значение 40 долларов за баррель, то сверхдоходы поступают в бюджет государственный. И в этом случае центральный банк в интересах казначейства начинает покупать доллары. Для чего покупают доллары? Потому что долларов становится много. Стоимость барреля нефти увеличилась больше 40 долларов. Соответственно, нефтяные компании, которые продают эту нефть за доллары, то есть объем продаваемой нефти может остаться тот же самый. Но из-за того, что цена в долларах выросла, то количество долларов, полученной за бочку нефти, у нефтяной компании увеличилась. И именно продавая эти доллары, компания платит налоги, платит зарплату в рублях. И то есть получается, что у экспортно-ориентированных компаний из-за того, что происходит рост цены на сырьевые товары, из-за инфляции в первую очередь, происходит увеличение количества долларов. А они эти доллары начинают продавать. И когда они продают это на открытом рынке, происходит давление. То есть когда цены на нефть у нас растут, и до 2014 года очень высокая корреляция была, цены на нефть растут, рубль пошел вверх. Цены на нефть упали, соответственно, рубль упал, доллар укрепляется. Вот чтобы вот эти движения не были такими вот высокими, когда нефтедолларов в стране много, и компании-кспортеры начинают их продавать, в этот период Центробанк в интересах Минфина эти доллары покупает, чтобы не приводить к упреплению рубля значительно. И обратная ситуация, когда цены на нефть падают, то есть количество нефтедолларов уменьшается, то в этом случае получается Центробанк выходит с тем, что он эти доллары начинает продавать. То есть когда население начинает бежать в обменные пункты, начинает срочно скупать доллары, в этот период Центробанк приходит на открытый рынок, потому что население покупает у банка, а банки покупают на открытом рынке. То есть Центробанк выходит на открытый рынок, Эти доллары продают, то есть он дает эту долларовую ликвидность, чтобы это не привело к такому скачку доллара с 50 рублей до 70 рублей. Бюджетное правило вступило в силу с 2014 года, оно непосредственно работает, и плюсом данного бюджетного правила это экономическая стабильность, что бы там ни говорили, это стабильность курса национальной валюты, то есть вот эти движения, чтобы были не такими резкими. Опять же, это носит временный характер, то есть вперед сильного всплеска волатильности. То есть если цены на нефть упадут и будут длительное время находиться внизу, там будут другие меры применяться, как и при резком росте. Но негативным последствием такого события является то, что в России бывает достаточно высокая инфляция. То есть многие аналитики заявляют о том, что в принципе при текущих ценах на нефть, если бы не действовало бюджетного правила, если бы не было геополитических рисков напряженности, то курс доллара бы у нас сейчас был где-то в районе 47-55 рублей. Все остальное, вот это вот бюджетное правило, плюс нестабильность российской экономики, как раз таки приводит к тому, что у нас курс находится на высоких значениях. На этом мы опять ушли в ценообразование валютных пар, рубль-доллар. Мы сейчас говорим про дефолт. Если мы говорим, и исходя из всего того, что было сказано, вы теперь понимаете, что дефолт – это риск, связанный с тем, что государство не заплатит по своим долгам. Не заплатив по своим долгам, опять-таки ОФЗ являются значительной долей, банки тоже ОФЗ непосредственно владеют. И достаточно ли у государства денег для того, чтобы обслуживать свой текущий долг, как внешний, так и внутренний? И денег более чем достаточно. То есть бюджет сейчас российский профицитный. Мало того, бюджетное правило, которое работает в настоящий момент, оно от таких вот резких всплесков валютного курса непосредственно защищает. Причем у нас есть еще достаточная доля золотовалютных резервов, подушка финансовой безопасности, назовем это так, фонд национального благосостояния. Там порядка 500-600 миллиардов долларов он присутствует, опять-таки для стабилизации. И этого более чем достаточно для того, чтобы оплатить все текущие платежи. Потому что, опять-таки, облигация предполагает только выплату купонов, и размер тела кредита, которое нужно погашать в ближайшее время в отношении российских облигаций, не столь высок. Максим, получается нам хорошо, когда долг высокий? Но здесь вопрос в том, к кому нам. Можно нам ассоциировать себя, как россияне. И в данном случае россияне, как представители нации русских, Россия, не национальность, а именно нации. И для России получается нехорошо, когда доллар высокий. У нас есть бюджетное правило, которое не позволяет резкому движению курса доллара как вверх, так и вниз. То есть, если происходят какие-то сиюминутные ситуации, ну, не знаю, кризис мировой экономики, потребления нет, потребление нефти уменьшается в Китае, цены на нефть падают. И в этом случае, если цены на нефть падают, то рубль улетает куда-нибудь в соотношении 100-120 рублей за доллар. Вот это бюджетное правило стабилизирует. То есть, оно, может быть, и улетит на 100-120, но не сразу в моменте, да, а это будет непосредственно постепенно. Как и наоборот. Вот, если вдруг будет сильный всплеск цен на нефть, то у нас не будет ослабления значительного доллара. А с целью получения доходной части бюджета, крепкий доллар и слабый рубль, это хорошо. Потому что доходная часть бюджета формируется в первую очередь из налогов сырьевых компаний. Сырьевые компании могут получать больше рублей при высоком курсе доллара, продавая тот же самый объем продукции. И получается, что для нас, для кого хорошо? Для государства, для государственных финансов. Высокий доллар наряду с высокими ценами на сырьевые товары. Потому что в этом случае тебе не нужно заморачиваться. То есть, компании заработают хорошие деньги, компании заплатят налоги. И, соответственно, с этих налогов будет что тратить и по государственным расходам, и по обслуживанию долга в том числе. Высокий доллар очень классен для сырьевых компаний и для собственников сырьевых компаний. И если нас, мы называем себя акционерами сырьевых компаний, то да, это классно. Потому что у сырьевой компании в этом случае, когда высокий курс доллара, мы больше зарабатываем в рублях непосредственно. То есть, для нас привлекательная рублевая доходность. Затраты в долларах у нас снижаются, как у собственников сырьевых компаний. И поэтому получается, что вот если мы это россияне, как государственные финансы, или мы это акционеры сырьевых компаний, для нас, в принципе, это хорошо. Если мы говорим про нас, как про отдельных хозяйствующих субъектов, это плохо. Потому что, когда получается высокий доллар, ну, то есть, конкретно текущая ситуация, нефть находится в районе 80 долларов за баррель. Курс доллара находится в районе 70-72, хотя должен находиться в районе 40-45. Давайте представим себе, что сейчас, в настоящий момент, курс доллара, там, не 70-72, а, допустим, 50. Импортные автомобили в этом случае будут стоить на, сколько получается, на 30% меньше. То есть, если автомобиль стоит 3 миллиона рублей, то при курсе 50 он будет стоить 2 миллиона. Если автомобиль стоит 9 миллионов, то он будет стоить 6 миллионов. Поездка стоит на двоих 300 тысяч рублей сейчас, а при курсе 50 будет стоить 200 тысяч рублей. Нам от этого будет очень хорошо. Но от этого будет плохо государственным финансам. По той простой причине, что у нас очень сильно сожмется доходная часть бюджета. И поэтому, опять вопрос, кто мы. Если мы потребители, и у нас нет инвестиций в сырьевые компании, у нас нет акций сырьевых компаний, мы просто живем, мы просто получаем заработную плату, мы можем работать даже в сырьевых компаниях на самом деле. Но в этом случае собственникам компаний будет от этого хорошо, а нам, как работникам, от этого будет плохо. Поэтому здесь вопрос очень простой. На какой стороне мы находимся? Находимся ли мы на стороне людей, которые работают, продают свое время, и когда высокий доллар, то тогда стоимость наша в мире девальвируется? Или же мы находимся на стороне государства и собственников именно экспортно-ориентированных компаний, которые от этого непосредственно выигрывают? И пока вот эта ситуация продолжается, нужно понимать, то есть мы тоже сейчас в рамках закрытого клуба инвесторов с коллегами обсуждали. Я говорил о том, что нужно покупать акции Сургут нефтегаза достаточно давно. Говорил, что там в районе 50 рублей есть партнеры, которые говорят, ну мы смотрим финансовую отчетность, там ничего не меняется, кэшевая подушка достаточно большая. В текущем году курс доллара не растет, и поэтому рассчитывать на высокие дивиденды в рублях не приходится. Я говорю, ребята, это все хорошо, замечательно, вы просто посмотрите, что Сургут нефтегаза, он все-таки занимается добычей, производством, переработкой нефти и нефтепродуктов. Какая цена на нефть и какой в настоящий момент курс доллара? И вот буквально недавно была ситуация на фондовом рынке, что акции Сургут нефтегаза и обыкновенные перевигированные достаточно активно начали расти, потому что кубушка значительно увеличилась именно долларовая. Потому что, опять-таки, я понимал, что государство в текущий момент для стабильности государственных финансов выгодна ситуация, что даже при высоких ценах на сырьевые товары курс доллара должен быть достаточно на высоких значениях, и поэтому нужно смотреть на компании, которые нужно включать в свой собственный инвестиционный портфель, исходя из этих концепций и исходя из этих позиций. Поэтому даже в рамках проекта «Миллион долларов за 8 долларов в день» там очень большая доля акций Сургут нефтегаза привилегированных, Росагра, ну то есть Нижнекамск нефтехимы, именно акции компании, которые выигрывают вот в такой ситуации в стране. Потому что необходимость стабильности государственных финансов, отсутствия в ближайшей перспективе вероятности дефолта, есть бенефициары этого, выгодоприобретатели, потому что, смотрите, тоже очень важно понимать, доходная часть бюджета формируется из налогов. Налоги, в свою очередь, формируются из прибыли. То есть, если у нас увеличивается доходная часть бюджетов, то есть платят больше налогов, больше налогов платят с большей прибыли, если я являюсь акционером компании, да, она, с одной стороны, больше налогов заплатила, ну, значит, у нее и прибыль более высокая, и я, соответственно, эти дивиденды в будущем, там, через следующие 3-6 месяцев получу как акционер, который я могу дальше направить на реинвестиции. И, конечно, такая ситуация меня не может не радовать, потому что каждый из моих четверых детей является акционером этих компаний, у них капитал непосредственно растет, нас не пугает ни в коем случае вероятный дефолт в том понимании, в котором люди ассоциируют его с 98-м годом, если вы хотите более подробно узнать о том, как я инвестирую в денежные средства, что это за проект миллион долларов, за 8 долларов в день для моих детей, проходите по ссылке в описании данного видео, это бесплатный вебинар двухчасовой, на котором я рассказываю, что это за система, зачем я это делаю, из чего в текущий момент состоят активы, и какие текущие промежуточные финансовые результаты, они очень классные, порядка 30% годовых в рублях, среднегодовая доходность, и 25% годовых в валюте. Друзья, у меня на этом все, пожалуйста, напишите комментарий ниже, что вы думаете по поводу дефолта в текущий момент, подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, ведь именно здесь мы развиваем инвесторское мышление и говорим о получении пассивного дохода. На связи был Максим Петров, до новых встреч, пока-пока!